Уважаемые радиослушатели, Итак, понедельник, 5.35 уже на наших студийных часах, и мы начинаем нашу программу «Жизнь в Америке. Вопросы и ответы» с Полиной Пержу. Я передаю нашему спикеру, нашей ведущей и автору идеи этой программы, Полине Пержу, слово, чтобы представить нашего гостя сегодняшнего. Да, спасибо, Ольга. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, и особенно всем, кто смотрит нас вживую либо по Facebook, либо на slavicfamily.org. Спасибо всем, кто присоединяется. Я уже рада, что наша программа пришла к тому моменту, когда уже люди спрашивают, когда люди уже контактируют со мной на Facebook, просят какие-то определенные темы. Всем большое спасибо, кто реагирует на программу, и мы сделаем все, что возможно в наших силах, чтобы делать ее более интересной для вас. Сегодня у нас замечательный гость, и я бы сказала, это похоже на несколько предыдущих гостей, когда я не думаю, что вы имели разговор с похожим человеком. Когда мы говорили, например, о кредитной истории, я знаю, что в моем классе я недавно провела, где мы поднимали кредитную историю каждого участника класса, и говорили конкретно, как читать кредитную историю и так далее. И я сделала опрос, и никто никогда не имел возможности лично пообщаться, просто специалистом по такой теме, чтобы получить ответы на свои вопросы. Сегодняшняя тема, о которой мы будем говорить, я думаю, очень похожая, что, скорее всего, мы либо сталкивались, либо, скорее всего, столкнемся, если развиваем свой бизнес с данным вопросом, но навряд ли мы когда-то говорили со специалистом по данной теме. Значит, сегодня у нас в гостях Рик Бин, он хозяин компании, называется Rose City Commercial Real Estate. Я немножко прочитаю, кто они такие. Мы коммерческие брокеры, специализирующиеся на инвестиционной недвижимости. У нас есть контакты и внутренняя информация, которые помогут вам построить состояние и богатство. Мы специализируемся в инвестиционной недвижимости, которая создает для вас дополнительный доход. Мы знаем, как разместить ваши активы для максимальных возвратов, и мы специалисты в оценке сделок. Неважно, если у вас есть миллион или тысячи долларов, чтобы инвестировать, у нас есть инвестиция, подходящая для вас. Окажите нам честь и разрешите помочь вам с вашими нуждами по недвижимости и инвестициям. И тема наша сегодня — недвижимость для вашего бизнеса. Если когда-либо вы сталкивались, что вам нужно было снимать офис или какое-то большое помещение или шап, скорее всего, вам приходилось сталкиваться с таким человеком. То есть вы не можете пойти просто так и взять какое-то место в аренду. Вам нужен такой специалист, который будет третьим человеком между вами и арендатором. Я хотела также объявить вопросы, которые мы сегодня постараемся обсудить максимально в силу времени. Но если у вас есть уже какие-то вопросы по данным вещам, звоните. Мы поговорим, где мне искать офис или помещение для моего бизнеса. Как мне определить, нужен ли мне брокер или нет. Правда ли, что брокер имеет доступ к информации о потенциальных помещениях, которые у меня нету доступа? Что выгоднее для моего бизнеса — аренда или покупка? Кто платит брокеру при сделке? Какие бывают виды брокеров? Какие бывают виды аренды? И какие виды аренды больше подходят начинающим бизнесам? Поэтому еще раз хочу поприветствовать Рика и дам сейчас ему небольшую возможность представиться. Привет, Рик. Привет, привет. Здорово, что вас сегодня здесь. Это хорошо быть здесь, спасибо. Вы можете рассказать нашим слушателям немного о себе? Да. Я был брокером за 10 лет, и я был за 10 лет, и я был за 10 лет. Я как бы брокером был уже около 10 лет, но данного вопроса касался почти всю мою жизнь. Получается, мой отец начал реал-эстейт-компанию в 1949 году, и мой брат, моя сестра, и я все последовали по стопам нашего отца. Я делаю большую часть моего бизнеса — это инвестиционная недвижимость, но также значительная часть бизнеса. Я помогаю людям найти помещение для их бизнеса в аренду. И самое лучшее в вопросе, чтобы вы взяли все-таки себе брокера, который будет представлять вас, в том, что вам не нужно не тратить ни цента. Этому человеку заплатит тот арендодатель. Русское слово, которое я забыла. Все в порядке. Давайте начнем тогда с первого вопроса. So, Rick, let's probably start the questions, the list of the questions we compiled. So, where do I look for the properties? I'm a business person. Where do I go? Well, if you're going to use a broker, you would call the broker and ask them to assist you with searching for properties, and you'd want to know what location and size. Получается, если вы хотите искать через real estate брокера, тогда вы им звоните и в первую очередь говорите, где вы хотите, чтобы ваш офис находился или шапп, и какого он должен быть размера. Получается, что если вы ищете очень маленькое помещение, или вы не можете найти брокера или хорошего брокера, вы можете попробовать на Крэглисте. И у меня такой вопрос в плане, насколько маленький. So, how small, at what score footage people should do that on their own? Well, I always think people should go to a real estate broker first. Но я всегда думаю, что люди должны идти к брокеру в первую очередь. А насколько безопасно на Крэглисте как-то вот арендные вопросы решать? How safe is it to go to a Craigslist for your rental needs for a business? I've never heard of anyone having problems on commercial properties. On Craigslist, I do know people have had problems, of course, looking for residential properties. But I haven't seen that on commercial. В моем опыте я никогда еще не встречался, чтобы люди имели проблемы, если они ищут коммерческое место. Но да, я слышал о многих историях, когда люди ищут частное помещение или дом. The advantage of working with a broker is a broker can advise you on what the proper pricing is for the property that you're looking for and they can have access to resources that everyday people don't. Получается, в первую очередь преимущество работать с real estate broker это то, что он имеет информацию, то место, которое вы ищете по вашему описанию, сколько оно должно стоить. Или если вы уже смотрите на потенциальное место, он может вас проконсультировать, правильно эта цена или слишком завышенная или заниженная. Интересно. Да, поэтому это очень важно, особенно если вы с этим каждый день не сталкиваетесь, обратиться к профессионалу по этому вопросу. И в плане нахождения информации, еще раз, многие люди считают, что в наш век интернета вся информация доступна. По правде, когда мы говорим о коммерческой недвижимости или инвестиционной недвижимости, есть специальные веб-сайты, на которых Рик для своего бизнеса платит сотни долларов в неделю, чтобы иметь доступ к данной информации. Поэтому не вся информация настолько доступна, как мы себе это представляем. So, the next question, right? Значит, следующий наш вопрос. Как мне определить, нужен ли мне брокер или нет? Я думаю, что мы, в принципе, определились. Правда ли, что брокер имеет доступ к информации о потенциальных помещениях? Которых нам нет доступа, мы тоже ответили. Но все-таки у меня есть такой вопрос. But still, maybe when it comes to investment properties, people don't have much access. But like a commercial space, you drive by and you see a sign, kind of can stop and... Right. And if you want to work with a broker, it's best to call your broker and say, hey, what about that space on 7th Street? Here's the phone number. Получается, я еще раз спросила, но все-таки мы все ездим на машине, видим какие-то знаки, что какое-то место сдается. Зачем нам нужен брокер? Мы сами можем как бы увидеть номер телефона и позвонить. Но я хотела бы, поскольку у меня есть опыт, и мы снимаем большое помещение для нашего бизнеса, я хочу спросить Рика, о чем еще может вас проконсультировать брокер, помимо того, что цена завышенная или заниженная. So let's dive in a little bit more into details of what else you can help with when it comes to renting a space, because I personally have a good experience with a real estate broker when it comes to commercial space. Good to hear. Lease over 3,000 square feet of space. So I have some examples of my own. But can you bring actually a list of items you help with? Sure. Well, one thing is I help people negotiate the lease. They need to understand whether what the person is asking for or it's reasonable or unreasonable. В первую очередь, я помогаю договориться о хорошей цене, потому что я четко знаю рынок и могу вам объяснить, действительно, их требования правильные, достойные, как на рынке все спрашивают, или, может быть, они слишком завышенные. Значит, есть различные виды лисов, которые называются triple net, and what was the other one? Full service. And full service. Я даже не буду это переводить, потому что вряд ли вы свяжетесь с этими терминами по-русски, но получается, есть различные виды аренды, и именно такой брокер может вам объяснить, что это значит для вас и для вашего бизнеса. So, давайте тогда узнаем о разных видах аренды. So, let's dive in a little bit. What are those different types? Sure. And what type of businesses possibly, you know, it might be a good fit for? Well, if I was looking for a place, I would want a full service lease. That, a full service lease has all the utilities and sometimes even janitorial included. In a bill? In a bill. So, you pay one bill, and the landlord takes care of all that. Получается, что full service, это, конечно, самый, это как в Мексике all-inclusive, то есть все включено. Иногда даже может быть включена уборка, но помещение за ним ухаживает. Если какая-то из территории вокруг помещения, то именно кто сдает в аренду, ухаживает за всем этим. Получается, на triple net у вас есть bill, который вы платите арендатору. Помимо этого, вы отвечаете за все, за электричество, за воду, за мусор, то есть все коммунальные услуги. И у меня есть такой вопрос. А каким образом это может быть включено, если каждый бизнес тратит, например, разное количество электричества? Насколько они могут знать, сколько электричества потратите вы? So how come the full service might have, like, electricity, for example, included whenever a business spends a different amount of electricity? It varies. Different models of ownership use different pricing models for leasing. Okay. Tell me a little more so I understand. You mean the owner, like landlords? The landlord in a triple net lease is guaranteed a certain amount, whether the bills go up or not. But on a full service lease, he can pay more money if the bills go up, the electricity goes up. I'm not saying that's true. Yeah, I'm trying to understand. So in a full service, you include your electricity, but if you go higher than a certain limit, then you pay additional? In a full service lease, it could be, say, $18 for the full service lease. The same on a triple net might be $12, but $6 in triple net charges, and you still are at $18. So on average, you're saying that it still comes up to the same price? It can, yes. Получается, Рик не сильно ответил на мой вопрос, каким образом они знают, сколько потратит бизнес, но он настаивает на том, что full service электричество включено, то есть вы не платите дополнительных пилов. А на triple net иногда электричество может стоить вам дороже, но там есть какая-то специальная fee, которую вы дополнительно платите именно своему арендователю, и как бы выходит на то же самое. But still, I guess I'm not clear how they can predict how much electricity will I spend as a business. They can't, and that's why there's more risk. So that's why it's more rare to have that? As an example, an office building often will be full service. Например, те, кто сдают как офисы для бизнесов, очень часто дают full service. Industrial plants are almost exclusively triple net. Но если мы говорим об каком-то индустриальном, производственном месте, где вы будете производить какие-то товары, то почти стопроцентно это всегда triple net, значит, вы сами отвечаете за свои коммунальные билы. И в чем как бы вся путаница, что порой даже брокеры, имеющие большой опыт, путаются, это именно понять все детали и разницу между full service и triple net. Значит, у меня есть такой вопрос, например, у нас есть билл, как мы платим арендователю, и есть дополнительная фи, которую мы платим ежемесячно за то, что они ухаживают. У нас огромная парковка там есть и так далее. В общем, в целом, в целом, я думаю, что это я имя, у меня есть билл, что состоит из двух стен. Я пида для этого, я пида для работы, или, я имею в 실 Ew入 Tonе, плюс я пида для них для тебя, чтобы рассмотреться границу, потому что у нас есть большая парка, а мы пидаем для строительства, и тех, кто так далее, и нет, мы не будем 올�лежать банку. Около есть вообще-то более 12 видов различных арендоплат, и как все это работает? Невероятно много. Как не разобраться? Получается, если мы говорим о диапазоне, то в настоящий триплнет вы платите только за аренду, а в настоящем фулл сервис вы кроме одного билла ничего не платите. Получается, как бы мой случай где-то посередине, у меня какой-то интересный другой вид. Получается, помимо этого на триплнет вы не только отвечаете за свои коммунальные счета, вы также отвечаете за налог на землю, на котором находится здание. Еще интереснее. И теперь возвращается к тому, что есть причина, почему он очень рекомендует работать с хорошим коммерческим брокером, потому что есть столько деталей. А вот у меня вопрос относительно все-таки этих коммунальных расходов. Вообще, на просторах бывшего Советского Союза было понятие, как счетчик. Есть ли вообще такое понятие здесь? Например, если я арендую помещение, и не включены все фии, все коммунальные, может быть, по счетчику как-то электричество можно посчитать, воду, еще какие-то... Да-да-да, здесь стоит, здесь стоит счетчик на электричество. Единственное, что в России ты должен был сам идти там к счетчику, писать и ходить в квитанции, платить Сбербанк. А здесь автоматически? А здесь автоматически, и они считывают и приносят тебе билл. Отлично. То есть коммерческая недвижимость все так же, как и жилой? Да. Отлично. So, what else? Okay, so we found out that you will help with the price, you will help with understanding what kind of lease the offering. What else? Well, it's important to know market conditions, and in different markets, in different economic times, you can get more free rent or less. Помимо этого, с чем вам поможет брокер в том, что не только он поможет вам понять, какая цена, объяснить, какой вид арендной платы они вам предлагают, но также сделать оценку рынка, потому что рынок постоянно меняется в зависимости от экономического состояния нашей страны, в зависимости от состояния каждого штата и города, иногда даже муниципалитета. Вы можете получить определенные месяцы бесплатного рента. Вот это вообще хорошо, поэтому, правда, нужен специалист, который подскажет. И я сейчас хочу спросить, потому что я как бы сталкивалась с этим, что часто бесплатный рент зависит от того, насколько долго ты берешь контракт. So, as far as I've heard, the free rent depends on how many years you sign up for, right? Yes, and as an example, four years ago, if you signed a five-year lease, they might give you one year of free rent, but now, because the economy is doing well, it's about three months. Получается, пять лет назад, если вы подписывали lease или аренду на пять лет, вам давали до года бесплатного рента, один год бесплатного рента. Но сейчас экономика, все с ней хорошо, поэтому максимум три месяца. Я просто пошутила, что мне только месяц дали бесплатного рента, поэтому мне не так повезло. А, значит, помимо этого, брокер поможет вам, может быть, договориться о бесплатном ренте. Такой мой следующий вопрос. Я знаю, например, что когда мы покупаем частный дом для себя, у нас есть определенный специалист, который выходит и проверяет, что с домом все хорошо. Что же насчет места, которое мы берем в рент? Вот. So, I have a question about, I know when we buy a house for us, so we have an inspector come out and inspect everything, make sure everything works and up to date. So, what about the commercial space? For example, I've just encountered that we sign up for a lease. There was something wrong with the building, but now they kind of go back to that it had to be inspected before and ahead of time. So, now I'm responsible for fixing this thing. Получается, Рик подтверждает мое предположение, что есть инспектора, которые специализируются на коммерческой недвижимости, тем самым они, прежде чем вы войдете и станете временным хозяином данного места, они могут проинспектировать. Мой вопрос, что именно они будут инспектировать и какие вещи можно потребовать, чтобы ваш будущий арендатор починил, а какие нет. So when it comes to the inspection, so let's say we hire an inspector, what can I expect to see on that report and what can I ask to get fixed and what I cannot ask to get fixed? The things you want to look for primarily are things like electrical system and HVAC, the heating and ventilating air conditioning. Значит, в первую очередь мы хотим проверить, чтобы электрика, все с ней было в порядке и чтобы система отопления и охлаждения работала. Обычно крыша и основание здания – это ответственность владельца этого здания. Получается, цена такой инспекции варьирует от 500 долларов до 12 тысяч долларов в зависимости от того, насколько большое здание и насколько детальный репорт вы хотите получить. So what I'm, as a renter, cannot ask to have a change or fixed? This is important for people to know. You can ask for anything. What they will not always do is they won't always make changes to the ducting or the lights, where the light switches are or lights. But normally, normally, if you negotiate properly, you can get that. And there is, I'm taking it. Получается, обычно в плане того, чтобы спросить, вы можете спросить что угодно. Как говорится, за спрос нос они бьют. Но есть такие вещи, которые они обязательно, ну он заранее знает, что вам откажут. То есть в плане электричества вы не можете просить розетку тут, включатель там. Потом docking system, по которой вентиляция вся проходит. То есть это такие как бы основы они не будут для вас менять. Но все остальное вы можете, в принципе, попросить что угодно. И дальше уже будет зависеть от того, насколько опытен ваш брокер и что происходит с экономикой. То есть насколько они имеют сильное желание сдать это место. Получается, по моему опыту, в данный момент, если вы подписываете аренду на где-то 3 года, то, скорее всего, арендатель ничего не будет менять. Потому что для него это небольшой срок. Если вы подписываете на хотя бы 5 лет, то арендователь готов потратить от 12 до 15 долларов на score feed данного здания. Можем ли мы сейчас поставить рекламку и как раз вернуться и продолжаться? Обязательно. Друзья, оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу программу. Успейте задать свой вопрос. Пришлите нам его на наш мобильный портал 971-319-1130. Друзья, мы продолжаем нашу программу об аренде коммерческой недвижимости. Я смотрю, у моторзов нет вопросов. Но имейте в виду, что вы можете и под видео на фейсбуке в Славик Community Center of Northwest написать ваш вопрос, а также на наш мобильный портал 971-319-1130. А можете расскажите о том, как вы нашли коммерческую недвижимость под ваш бизнес? Да, я как бы осознаю, что это иногда есть у нас темы, которые мы здесь покрываем. Может быть, они не такие популярные, яркие, как маркетинг, что мы хотя бы любим обсуждать или нам кажется вроде жизненно важным. Но по правде, если вы когда-либо столкнетесь с вопросом брать место в аренду и вы узнаете, насколько там много есть деталей, которые могут либо помочь вашему бизнесу, либо разрушить ваш бизнес. Например, даже факт, как строится структура оплаты. Если вы абсолютно не имеете понятия, иногда люди рассчитывают на один баджет, вдруг их баджет увеличивается на 30%, это может как бы привести к банкротству или никогда не дать бизнесу все-таки заработать. Поэтому это очень важные детали, поэтому я предлагаю обязательно слушайте, смотрите, сохраните себе где-то это видео, может быть, пересмотрите, когда ближе подойдете к данному вопросу. Поэтому я думаю, что это очень полезная информация. И сейчас я знаю, что мы хорошо обсудили с Риком в плане, какую помощь может оказать real estate broker в плане коммерческой недвижимости, но я также хотел сейчас, например, спросить за цены. Получается, от 12 до 54 долларов за один score fit, и это за год. Получается, что это от 12 до 54 за score fit, мы говорим о офисных помещениях, естественно, 12 более дешевые, это где-то вне черты города, и 54 это в центре города. Получается, сегодня я смотрел офисное помещение для одного из клиентов, который ищет 6 тысяч score fit, они где-то будут платить в среднем 18 долларов за score fit. Получается, то, что им сильно нравится, стоит 24 доллара, но для них это выходит очень дорого. Что насчет шапов и так далее? Получается, если вы ищете для своего шапа, то в индустриальной зоне это где-то от 8 до 10 долларов. Получается, если у данного шапа есть офис при себе, то вы будете платить 6 долларов за score fit этого офиса, например, доллар или доллар 50 за уже сам шап, то есть индустриальную часть этого помещения. Получается, Nike и Intel, вот кого нужно винить за то, что поднялись наши цены на коммерческую недвижимость, они поснимали огромное количество помещений для своих дополнительных офисов, для своих всяких, где они хранят что-то, и коммерческие, индустриальные зоны, поэтому цены повысились, потому что спрос поднялся, и количество доступного коммерческого реал-эстейта уменьшилось. Получается, каждое здание, помимо этого, имеет свою цену в зависимости от того, где это здание находится и в каком оно находится состоянии. Awesome. Так, давайте немножко поговорим, если вы уже столкнулись с этим вопросом или вы начинаете искать данного брокера, то все-таки какие виды брокеров бывают? То есть мы поняли, что видов аренды более 12 штук, то есть там нам явно нужен специалист, но как же все-таки найти этого специалиста? So, let's talk a little bit about different types of brokers, how to find a good broker, what questions to ask, and give us all the insights, how to realize that in front of me is a good broker. Ask what their specialty is. В первую очередь спросите, на чем они специализируются. Ask what recent deals they've closed. Спросите о последних делах, которые они сделали для своих клиентов. And you might ask, what areas have you closed deals in? What geographic areas? Также вы можете спросить, в каких географических эреах города они закрывали свои сделки. And I'd like to know, if my broker has access to good data. И помимо этого, я бы хотел узнать, что мой брокер имеет доступ к хорошей информации. Но мой вопрос, как для меня, как клиента, который не понимает вообще, где эта информация, как понять, что он имеет доступ к именно хорошей информации. So, how am I, as a client, who have no clue about commercial real estate, understands what kind of a source they have? Is it a good source, a bad source? To me, the best source is CoStar Property Professional. Для меня самый лучший ресурс — это CoStar Property Professionals. Another good source that is a paid source also is LoopNet. Другой сервис, который называется LoopNet, за который они должны платить. Many people also have RMLS, which is more residential and small commercial. А также RMLS имеет либо некоммерческие или маленькие коммерческие офисы. Some sources are $35 a month. I pay $700 a month. I have pretty good data. And that's what you want to know is, do they have a good source? Получается, некоторые real estate brokers платят всего лишь $35 a month, чтобы иметь доступ к датам, к информации. Я плачу $700 a month. Поэтому я плачу гораздо больше, чтобы иметь как можно лучший доступ. Максимальный доступ. Максимальный доступ к информации. Помимо этого, вы можете спросить такой вопрос, расскажи мне о хорошей сделке, которую ты сделал. И может быть даже о плохой. What about the bad deal they did? I haven't had one of those yet, but I'm sure someday. Being able to negotiate, and part of that is how you have a gut reaction to that person. Ну и помимо этого, вы должны внутри почувствовать, что вам нравится работать с этим человеком. Как бы ваша интуиция подсказывает вам, что это хороший человек. Но хороший брокер – это тот, кто может договориться о хороших скидках и цене для вас. A good broker is an assertive, sometimes aggressive advocate for their tenant. Получается, хороший брокер, он очень агрессивно защищает права своего клиента. Но у меня такой вопрос, а разве не зависит оплата того брокера в зависимости, насколько лист дорогой или дешевый? Получается, что если лист дорогой, то ему заплатят больше, нежели лист дешевый. So, I have a question about a little bit of conflict of interest. My understanding is that if you paid by the landlord, the more you kind of – the higher the fee that I'm, as a renter, pay, the higher the percentage that you get. So, isn't that the kind of conflict of interest for you? Well, it – I don't know if I would call it a higher – it's not the higher percent. If my job – I have a fiduciary responsibility to get you the best deal and price in terms I can. Получается, моя ответственность как профессионала получить для вас самую лучшую цену, которую вы только можете получить. Вот, где честность очень важна. Я также отказывался от определенных сделок, где я бы получил хорошие комиссионные именно за того, что там были кое-какие черные дела. Я думаю, очень много хороших брокеров, но, естественно, не все. Помимо этого, я хочу спросить, может быть, данный брокер должен иметь какие-то лицензии, которые можно проверить? So, what about licensing and liability insurance? Do you guys care any of that? I am licensed by the state of Oregon. I am a principal broker. Получается, я имею лицензию от штата Орегон. Я являюсь главным брокером в моей компании. I do carry errors and omissions insurance. У меня есть страховка, называется errors and omissions, что значит на случай каких-то ошибок. I have not needed that yet. Слава богу, мне она еще ни разу не понадобилась. При каких случаях, например, человек может пожаловаться на real estate agent, где ему понадобится использовать данную страховку? So, in what cases I, as a client, can have a claim against my real estate broker where he will need that insurance? If your broker forgot to do something that harmed your best interests, you would probably have a good claim. Получается, что вы можете пожаловаться и подать заявку на его страховку на оплату вашего ущерба в случае, если он в процессе оформления забыл какие-то важные шаги или бумаги, и это очень отрицательно сказалось на ваш бизнес. Тогда вы имеете право судиться с ним. И, естественно, моя работа – это соблюдать лучшие интересы моего клиента, помочь ему в их работе и сделать как можно лучше работу для них. Мой тогда вопрос – есть ли разные названия брокеров, которые специализируются в разных вещах, или они все называются как бы commercial real estate, и мы должны уже звонить и узнавать детали? So, the last question about this topic is, do you guys care any different titles, depending on specialty you have, or you're kind of all commercial real estate brokers, and then I need to call and ask what you exactly specialize in, right? I personally do a lot of multifamily investing. I help people buy apartments. Ну да, он ответил, что именно они все одинаково называются, но вам нужно звонить и узнавать, в чем именно они специализируются. Именно Рик и его команда очень специализируются там в квартирных домах, когда вы как инвестор можете купить квартиры, чтобы потом сдавать людям. То есть вы это как инвестиции покупаете. Но помимо этого я работаю, например, сейчас с двумя клиентами, которые ищут офис, чтобы иметь свой магазин, то есть место для магазина. А у этой компании есть сайт, на который можно обратиться и узнать? Как находят они клиентов? Или это сарафанная радио? То есть есть ли сайт у этой компании? У Рика? Да. Получается, у Рика есть веб-сайт. Кстати, мне очень нравится его сайт. У него не просто это как бизнес-визитная карточка какая-то. Он очень много там ставит различных статей. Если вы читаете по-английски, то найдете очень много информации полезной. Его веб-сайт называется Rose City C-R-E. Получается, Rose это как роза, City это как город пишется, а C-R-E это Commercial Real Estate, сокращенно первые три буквы, .com. Вы можете зайти на его сайт, почитать больше информации. Помимо этого, там его есть контактная информация. Но я также дам номер его телефона на случай, если вам нужен он сейчас или может понадобиться потом. 503-577-1034. 503-577-1034. Давайте тогда вернемся, что если вдруг у вас есть вопрос, а может быть выгоднее купить данное место, то поговорим об этом. Это абсолютно бесплатно, я постоянно помогаю бизнесам как бы определиться, что в их ситуации будет более выгодно купить или брать в аренду плату. Получается, брать в аренду очень выгодно для бизнеса, потому что тогда вы свою крупную сумму денег можете держать на сберегательном аккаунте, например. Или в развитие бизнеса. Или вложить в развитие бизнеса. Иногда, когда люди начинают, они нанимают много людей, им нужны определенные запасы на случай, если бизнес не пойдет так, как они ожидали. Получается, также, если бизнес все-таки рассматривает возможность купить, я могу им помочь направить их в правильное русло насчет финансирования. SBA, это расшифровывается как Small Business Administration, они иногда дают коммерческие заемы, всего лишь вам 10% от суммы нужно. Первый платеж. Ну, как down payment, да. Отлично. Как взнос, первый взнос, всего лишь 10%. Отлично. Значит, мой вопрос, насколько именно далеко он помогает в этом вопросе, консультирует. So, I know the lending part is hard, even for the residential. What about the commercial? How far do you help, and how much consultation people get from you? Well, I work with a number of lenders that are good with small borrowers, and that's a great resource for them to have. And I actually act as a... help people find the proper resources. Я очень часто помогаю моим клиентам находить необходимые ресурсы для них, особенно что касается финансирования, и часто могу быть тем третьим человеком, который поможет и переведет какие-то термины и так далее. Но у него есть достаточно хорошие связи с людьми, которые специализируются на помощи именно малым и начинающим бизнесам. ресурсы включают, например, в себя адвокаты, потому что помимо коммерческого брокера вам понадобится потом адвокат, который рассмотрит ваш договор. Я помогаю им найти инспекторов своим клиентам, которые проинспектируют данное здание, если им какие-то финансы нужны, или они собираются купить, и у меня есть связи. И даже контракторы, которые, если что-то вам нужно подчинить или сделать. То есть я такое справочное бюро. Везде, на любой счет. И, например, возвращаясь немножко к адвокату, о чем я хотела чуть-чуть упомянуть до этого, что не все люди часто знают, что желательно, чтобы адвокат пересмотрел ваш контракт. Только от того, что у вас есть коммерческий real estate broker, это не значит, что вы можете не нанимать лойера. So when it comes to the lawyer and reviewing the contract, so what the lawyer will be looking for? What the client should be looking for? Well, the lawyer will look for areas, areas where the client has liability, exposure, where they could lose a lot of money. Получается, адвокат для вас будет смотреть, в первую очередь, те части контракта, где прописана ваша ответственность, что в случае, если, например, вы не сможете платить за место, что будет и так далее. В первую очередь, хороший адвокат предложит и посмотрит, чтобы в контракте не стояло, что вы также даете поручение лично, как бы своим именем. То есть помимо того, что вы ставите бизнес, и он несет ответственность. Часто тот, кто сдает в рент, просит, чтобы вы лично также несли ответственность. То есть если бизнес, как говорится, пошел вниз, то хотя бы вы несли ответственность за это место. Я лично, например, моя компания оформлена как LLC, то есть с ограниченной ответственностью общества, с ограниченной ответственностью. И если вам нужен адвокат, который это должен сделать, я также смогу с этим помочь. Некоторые люди сами это могут оформить. В зависимости от того, сколько бизнес-опыта у вас есть. Получается, мой главный вопрос, хорошо, если мы теперь еще привлекаем адвоката к данной сделке, сколько мне это как бизнес-человеку будет стоить. На что Рик отвечает от 500 долларов до несколько тысяч, в зависимости от ситуации, как много ему нужно просматривать. Обычно более высокие цены на адвоката, это когда у вас более сложный контракт, и вы очень много или долго договариваетесь, и очень много есть различных пересмотров контракта. И значит, это для меня лично было сюрпризом, почему я и спросила, потому что я помню, когда мы столкнулись с тем, что нам нужно взять место, помимо, что мы нашли брокера. Потом, когда мне дали договор, я спросила брокера, а что дальше? Она говорит, теперь найди лойера. Ой-ой-ой. И как бы это немножко, знаешь, так сюрпризом идет. И, кстати, одно из первых вещей, что наш лойер исправил, что мы лично несем ответственности. Но все-таки хочу спросить, что же самое плохое может случиться? Или обычно какие стоят вещи в контракте? Что плохое может случиться, если мы перестанем платить за наш офис? So, as far as the contract, the last question. So, what usually the clause that are in the contract that say, you know, what can happen to you if you stop paying for the commercial space? Like, we know a lot about regular apartments and homes and stuff. But what are usually the processes with a commercial real estate? Sure. There are certain clauses that state exactly what the tenant may and may not do. If you're in default with those clauses, they can terminate your tenanship. Получается, что в первую очередь там описано, что вы можете и не можете делать в данном месте. Получается, при нарушении этих правил они могут, они имеют абсолютно право вас выгнать оттуда. An example of that is I was involved in a lease where a seminar company was upstairs and downstairs someone started rehearsing tuba. Получается, у меня был случай, где одна компания, которая делает семинары, они снимали второй этаж, и вдруг первый этаж был снят в какой-то группе музыкантов, которые начали там играть на трубах. The tuba player got in trouble with the landlord and violated a clause called quiet enjoyment. Получается, что тот, кто играл на этой трубе, нарушил свой контракт, он не имел права этого делать. То есть он нарушил как бы класс, который называется quiet enjoyment. То есть мы все имеем право на тишину и спокойствие. Очень важно, что тот, кто сдаёт вам здание, знал все детали того, что вы намереваетесь там сделать, чтобы не получилось так, что вы вошли в место, в которое подписали договор, только потом узнали детали, что что-то невозможно делать. И, например, я скажу, что это стопроцентно правда. Особенно есть некая путаница с коммерческими зданиями, которые находятся на границе между где residential уже area или commercial, потому что у нас немножко похоже. У нас есть определённые коды от города, что может происходить в здании, что нет. Поэтому это ещё очень важно, чтобы ваш брокер вас об этом оповестил. Besides that, I know that the city has certain codes as far as where the building is that either allows something or it doesn't allow. And it's something that you guys help with, right? Yes. And that's one of the things I do is I help people find out whether their proposed usage is accepted by the city and or county. И одно из первых дел, что я делаю, обычно я проверяю, когда спрашиваю моего клиента, что именно они намереваются делать в этом месте. Я просматриваю бумаги с муниципалитетом. Не могу выговорить. Это в порядке. С городом, муниципалитетом я выговорила. Молодец. И с городом, потому что есть такое понятие, как называется zoning code. And zoning code имеет очень иногда чёткое описание или очень обширное описание в зависимости от штата и муниципалитета. Yes! Я сказала. И именно он вас проконсультирует, потому что у меня был такой опыт, где я читаю коды, но я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что я до конца понимаю детали, что это значит. Поэтому брокер вам обязательно с этим поможет. Например, я хочу спросить немножко, чтобы он ознакомил нас с примерами хотя бы различных таких zoning codes. So, can you give some examples how it might affect different types of businesses as far as the zoning code? Sure. There are buildings that are zoned commercially that might be fine to use as an office or retail, but could not be used for light manufacturing. Получается, есть коммерческие иногда здания, которые, несмотря на то, что они в коммерческой зоне, возможно использовать как офис, но невозможно использовать как мини-фабрику. И это именно написано в коде. Например, есть определенные здания, которые вы можете конвертировать в квартиры, но там будет ограничение, сколько именно людей там может проживать. retail spaces. The one thing that is the least, the thing that's easiest to put anywhere is a church. Easiest? Easiest. Самое легкое – это найти место для церкви. Thank you so much. So we're out of time. Спасибо большое, Рику. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Я хотела объявить следующую тему. 31 октября мы будем здесь, как всегда, в 5.30. В наших гостях, кстати, у нас будет Елена Гирич. И мы будем говорить о бизнес-этикете, потому что он, кстати, отличается от российского или постсоветского пространства. И мы поговорим о деталях с этим связанных. Деловая этика. Деловая этика. Красота. Целый предмет был у меня в университете. Интересно будет познакомиться с американской ерсией. Значит, Оля будет активно участвовать. Посмотрим. Поэтому, пожалуйста, слушайте нас 31 октября в 5.30. Наша программа состоится, мы Хэллоуин не празднуем. Поэтому слушайте нас. Ещё раз большое спасибо Рику Бену и его телефон на случай, если у вас есть вопросы. 503-577-1034. Спасибо и до встречи. Я, наверное, так же, как и вы, заинтригована, отличается деловой этикет американский от, может быть, славянского, принятого на территории бывшего Советского Союза. Так что услышимся на следующей программе. Полина, спасибо большое. Thank you so much. Thank you, Rick. Thank you. Thank you, Rick. Вот. И на этом мы завершаем нашу программу. Оставайтесь с нами. Впереди ещё множество программ на вашем любимом радио Славик Фэмили. Славик Фэмили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.